Славная христианская жизнь Послание о славной христианской жизни Бог хочет, чтобы мы жили христианской жизнью Как в реальной жизни, так и в наших сердцах И Он хочет, чтобы мы знали, что Он есть и могущий Бог Но Он хочет жить даже в наших человеческих телах Так что у нас может быть Бог, обитающий в наших телах В самом деле, если мы христиане, то мы действительно обращаемся к Богу И мы можем сказать сегодня, даже сейчас вечером Что всемогущий Бог, который создал Вселенную Который создал звезды, солнце и луну, и всю землю, и все остальное Что живой Бог пребывает в человеческом теле Наше человеческое тело действительно имеет живого Бога внутри Если у нас есть вера в Него Итак, славная христианская жизнь должна иметь сильное начало Она должна иметь собственное начало И мы должны относиться к Господу Мы должны веровать в Него И когда мы завершим жизнь, мы будем с Господом вечно И Господь будет говорить с нами И говорит с нами, чтобы показать нам Чтобы мы знали наверняка, что мы будем иметь И как нам будет хорошо, когда мы встретим Господа Вся наша жизнь, как вы знаете, довольно кратковременно И все дни нашей жизни сочтены Поэтому у нас есть относительно короткий период времени на Земле В котором мы можем показать Господу всю нашу любовь к Нему Чтобы получить Его благословение для всего мира Для нашего поколения, для нашего будущего Иметь жизнь Бога в нас Таким образом, мы благодарим Бога за Его Сына Иисуса Христа И это начало Независимо от вашей церкви, вы должны остановиться на одном И это то, что мы идем в своем отношении к Богу И мы можем прийти только через Иисуса Христа В Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 3, 15 Господь Иисус говорит с одним из лидеров еврейского совета в былые дни И он говорит ему Иисус говорит ему в ответ Иисус отвечал Истинно, истинно говорю тебе Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие Рожденное от плоти есть плоть Рожденное от духа есть дух Не удивляйся тому, что я сказал тебе Должно нам родиться свыше Дух дышит, где хочет И голос его слышишь А не знаешь, откуда приходит и куда уходит Так бывает со всяким, рожденным от духа Никодин сказал ему в ответ Как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему Ты, учитель Израиля И этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе Мы говорим о том, что знаем И свидетельствуем о том, что видели А вы свидетельства нашего не принимаете Если я сказал вам о земном И вы не верите Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий Сущий на небесах И как Моисей вознес змею в пустыне Так должно вознесено быть Сыну Человеческому Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную И далее В Евангелии от Иоанна Стихи 16-17 Очень известные стихи, которые являются основой нашей христианской жизни В которой Иисус говорит Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир Но чтобы мир спасен был через Него Таким образом Это является новой основой И мы должны убедиться в этом И не сомневаться в этом И это подтвердит, что у нас есть общение с Богом через кровь Его Сына Это единственный способ, которым мы можем общаться с Богом Таким образом, у всех у нас есть благодать жизни И мы благодарны за это Небесный Отец любил нас так сильно, что дал нам жизнь вечную И таким образом, это стало основой основ И как же можно Стать на путь этой благодати И этот термин использовался в Иоаннгеле от Иоанна В главе 3 Термин «родиться свыше» Что же это значит? Это определенное достоинство Это определенные аспекты христианского общества Этот термин, который использован в Писании, означает «родиться во второй раз» Как сказал Иисус, первый раз мы рождены по-человечески от чрева нашей Матери А во второй раз это сверхъестественная работа Святого Духа Которая работает в наших сердцах Для меня это не просто профессия Мне нравятся христианские принципы Мне нравится христианская идея Христианская мораль Это хорошо для меня и моих детей И она в нас И мы надеемся, что она будет в нас И мы будем счастливы К сожалению, этого нельзя сказать обо всех Если мы говорим «я грешник», уже осужден к дьяволу Потому что природа моя греховна Мои действия, мои мотивы, они все испорчены грехом «Господи, мне нужна Твоя драгоценная кровь» Итак, мы приходим к нему лично И говорим так, как написано в послании к римлянам Глава 10, стихи 9 и 10 «Ибо если устами Твоими будешь исповедовать Иисуса Господа И сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься Потому что сердцем веруют к праведности А устами исповедуют ко спасению Поэтому, когда кто-то спрашивает, как стать христианином Как вы стали христианином? Вы присоединились к церкви Стали ходить в церковь Вы родились в христианской семье Или у вас хорошая работа И поэтому Бог вас принят в конце Но то, что говорит Писание, совершенно противоположно Писание говорит, что все начинается с акта веры, как ребенок Я верю, Господь Иисус Я верю, что вы тот, кто говорите вы Господь спустился в этот мир, мой мир И умер на кресте за мои грехи И Он знал обо мне все, когда я был нечестивым Все мои ложные мотивы, все мои ревности, весь мой гнев, безнравственность Все вещи, которые были неприятны, все это видел Господь Все мы, включая меня, можно сказать, мы все грешники перед Богом Но Бог пришел, чтобы взять грехи из нашей жизни И господство греха было сломано, когда Иисус вошел в нашу жизнь И так мы исповедуем Иисуса своими устами И можем сказать, Ты Господь И я верю, в моем сердце Бог воскресил Иисуса Почти две тысячи лет назад Из могилы в Израиле Он воскресил Иисуса из мертвых Бог говорит, что если вы просто верите, что вы исповедуете устами своими истинное То это истинное должно быть истинное признание, а не просто заявление Вы верите сердцем, и вы это признаете И Он говорит об этом в стихе 10 Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению Аллилуйя! Мы можем быть с Богом, с верой в наших сердцах Что Иисус есть Бог, и что Он умер за меня, и Бог воскресил Его из мертвых Это мы исповедуем устами Итак, первое, чтобы начать путешествие, славную христианскую жизнь Нужно верить, что Иисус Христос есть жизнь вечная В послании Иоанна написано, что Он, имеющий Сына, имеет жизнь Поэтому, когда у нас есть Иисус, мы можем быть уверены Что мы имеем жизнь вечную через Иисуса Господи, какие бы бури не были в жизни Независимо от того, что приносит дьявол в нашу жизнь против нас Независимо от того, какое несчастье приходит Я знаю, что я в безопасности в Твоих руках Потому что у меня есть живая вера Подлинный союз с Тобой через кровь Иисуса Господи, благодарю Тебя за то, что я в безопасности Может пойти вниз экономика Может что-то потерпеть неудачу Какой-то аспект нашей жизни Даже нашей семье Но мы должны стоять на этой основе Основе Иисуса Христа И у меня будет Господь У меня есть Ты, Господь И я преодолею всё Слава Богу Это вера, что Святой Дух Или который сообщается в нас Когда мы становимся по-настоящему рождены свыше Бог говорит нам Я возлюбил Тебя вечной любовью Я любил Вас И у меня есть цель для Вашей жизни И эта цель Вашей жизни Не прожить свою жизнь, как все остальные мира сего А эта жизнь прославит меня Вы будете иметь славную христианскую жизнь Когда Вы живёте и чистите меня Как мне почтить Бога? Ну можно сказать, что кто-то оскорбляет Бога Или наблюдаем Мы не можем знать Какие вещи кто-то делает и позорит Бога Таким образом Когда мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни Мы должны всё делать силой Святого Духа Мы не можем сделать это только собственными силами Мы можем делать это только силой Святого Духа Мы должны с ним сотрудничать Первое послание от Иоанна Глава 2 Стихи с 15 по 17 Они дают чёткое предписание о том, как угодить Богу Держаться за вечную жизнь А затем войти в Царствие Божие В Судный день Здесь сказано очень чётко Не любите мира, ни того, что в мире Кто любит мир, то нет любви отчей Ибо всё, что в мире Похоть плоти, похоть отчей И гордость житейская Не есть от Отца, но от мира сего И мир проходит, и похоть его А исполняющий волю Божию Пребывает вовек Таким образом мы видим, что у нас существует тяга к физическим удовольствиям Тяга к тому, что мы видим Гордость наших достижений, наших владений И это не есть от Отца Но от мира И в этом мире люди чего-то жаждут Но тот, кто будет делать то, что угодно Богу, будет жить вечно Когда Иисус говорил Видите ли вы все эти здания Все это вещи И она сойдёт на нет И он говорил о храме Что ни один камень не останется на камне И это было на ответ ученикам Учитель, посмотри на всю красоту этого здания И в наши дни есть много красивых зданий В каждом крупном городе Есть сооружения, которые великолепны И люди, которые строят, восхищаются И люди, которые живут И те, которые проходят мимо, могут любоваться И у них такое чувство Что это никогда не может быть поколеблено Что это никогда не может исчезнуть Но Господь говорит Вы знаете Если вы принадлежите мне То у вас слава гораздо больше Чем то, что вы видите Таким образом не живите за то, что вы видите Об этом говорится и в другом месте Писании Что вещи, видимые, это временно А вещи, которые невидимы, вечно Когда мы родимся свыше, дорогие друзья Мы становимся живым духом Единым с Христом и Богом И когда все будет трястись И когда даже звезды с неба упадут Об этом говорится в послании от Матвея В главе 24 И что все будет поколеблено Но есть вещи, которые не могут Измениться Хвала Богу В послании евреям он говорит Что некоторые вещи не изменятся Вы знаете, что это вещи Царство Божие И Он Бог И всякий, принадлежащий Ему Живущий славной христианской жизни Будет жить вечно И в этом Заслуга Крови Сына Божьего Который выкупил Наши грехи И дал нам вечное наследие И мы должны держаться За эти владения И некоторые люди думают Что мы не аморальны Но если вы идете С супругом другого человека Или с супругой другой женщины Вы думаете, это аморально? Нет Так Господь Иисус сказал В Евангелии от Матфея Глава 5 стих 28 Что если вы смотрите на женщину С вожделением В вашем сердце Вы уже Любодействовали с ней То же самое Относится и к женщине Пока мы жаждем Вещи в мире В различных степенях Мы Отходим от Господа То же самое касается И ярости, и гнева Господь говорит Послание Галатам В главе 5 Что существует четкое различие Между христианской жизнью И жизнью мира Вы знаете, возлюбленные Мы всегда можем знать По какую сторону забора Мы стоим Сейчас Бог никогда не оставляет Нас в недоумении У нас есть Слово Бога И Слово Божие Есть зеркало Которое показывает нам Как именно мы Смотримся перед Богом Должны ли мы молиться Наш Небесный Отец Мы молимся Чтобы многие пришли К спасительному познанию Господа Иисуса Христа И они будут стараться До самого конца Для Твоей славы Во имя Иисуса Аминь Свяжитесь с нами По прежнему адресу Годжа Фандас И до следующего раза Благословит вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok